Опасное соседство. В микрорайоне Сахалин по инициативе местных жителей рекультивирует бесхозную свалку строительного мусора. Больше года назад она появилась буквально в трех метрах от детской игровой площадки. Для решения очевидного вопроса вновь потребовалось вмешательство уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе. Уже более полугода жители Сахалина в районе дома 70Б по улице 60 лет Октября живут по соседству со свалкой строительного мусора. Ранее здесь стояли несколько заброшенных сараев. Зимой они были снесены, но захламленную территорию после этого никто не убрал. Хозяев сараев уже не найти. Не торопятся навести порядок и коммунальщики. И вот после того, как весной уже снег весь сошел, чистый город вообще не приезжали, не убирали ничего. И просто какие-то люди приезжали на машинах и забирали доски. Вот сосед тут у нас огородился, построил забор. В общем, все на том же месте. Сколько раз писали туда и фотографии отсылали. Все на прежнем месте. В пару метрах от свалки детская игровая площадка. А потому риск пораниться для малышей очень велик. Там столько стекол, постоянно убираем и палки убираем. Ну, они сами даже по этой стройке ползают, палки берут, играют этим палкой. Ну, соответственно, очень много занос. Вот у меня старший сын приходит. Занозы, порезы. Жители окрестных частных домов через социальные сети и информагентство НАУ-24 обратились за помощью к уполномоченному по правам ребенка Риме Галушиной. Для решения проблемы детский эмбасмен обратилась в муниципальное клиринговое учреждение, на балансе которого находится игровая площадка. Сотрудники чистого города в телефонном разговоре пообещали провести рекультивацию участка в самое ближайшее время. Очень надеюсь, что в ближайшее время это все будет зачищено. А, Рим Федоровна, был уже сигнал по этой точке? Нет, нет. Я первый раз услышала об этом, поэтому вы тут вот так оперативно среагировали. Вам спасибо большое за вашу активную жизненную позицию. Да, и действительно, потому что надо говорить об этом. И, конечно, все это возможно сделать. То есть точка взята на контроль? Необходимо. Да, обязательно. Тем более опасное соседство с детской площадкой? Конечно, конечно, да. Я сама лично на следующей неделе проконтролирую, чтобы все это было зачищено. Детский эмбасмен также напомнила, что в аппарате уполномоченного работает горячая линия. Обратившись по номеру 44989, можно сообщить сведения о случаях возникновения угрозы для жизни и здоровья детей. Тимофей Жуков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова